Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Это третий выпуск из серии гайдов по классам Skyforge. Сегодня у нас Богатырь. Это класс защиты, то бишь танк. В игре Skyforge таких представлено двое. Это Богатырь и Паладин. Собственно, Паладин я не считаю танком, потому что им довольно сложно танковать. Давайте начнем с этого. Но Богатыря по выживаемости лучше, на мое субъективное мнение, плюс его ульта. Ладно. Давайте по обычаю начнем с скиллов. У Богатыря есть две стойки. Основная стойка и заслон. Заслон это защитная стойка, которая активируется нажатием кнопки В. Заслон накладывает на Богатыря, во-первых, защитную стойку, во время действия которой поглощается 25% входящего урона. Но скорость при этом восстановления воли, это стамина Богатыря, уменьшается на 50%. Вот такие вот дела. Что ж, поехали по, в принципе, скиллам. Это в обычной стойке. Одним нажатием удар копье, второе разящий взмах и, соответственно, третье сокрушающий удар. Есть побочные удары, давайте-ка я их... Хотя хер, я их тут продемонстрирую. Мобы-то тонкие. Ну, это ладно, вот обычный удар. Вот это вот дополнительный удар. А вот это вот вышатывающий, собственно, удар. Нажатием ЛКМ и ПКМ небольшая радиусная атака. Двойным нажатием, затем ПКМ идет вот такой вот стремительный паронос. Выпад, вернее. В защитной стойке... Есть только два удара, которые не особо много наносят урона, но тем не менее. Все-таки это класс, который создан не для того, чтобы дамажить, а для того, чтобы, во-первых, держать агр, во-вторых, для того, чтобы жить. На правой кнопкой мыши у нас находится удар с щитом или таран. По зажатию богатырь начинает движение. В момент бега, как вы можете обратить внимание, у меня отнимаются рывки. По такому принципу он и работает. Обычный удар с щитом активирует импульсный заряд. А если смотреть по символам, то это очень и очень нам выгодно, потому что импульсный барьер это хороший щит. Что ж, пойдем дальше по скиллам. Первый скилл, дрожь земли, наносит определенное количество урона противникам в большом радиусе и стягивает их к богатырю. Их скорость при этом будет уменьшена на 75% в течение 3 секунд. Надеюсь, мой дебил сосед уже успокоился. Итак, второй скилл атака сокола. Сокол это дот, который вешается на противника на 6 секунд. Наносит определенное количество урона. Накладывает эффект безмолвия, увеличивающий получаемый от богатыря урон на 30%. Это стандартные скиллы, насколько я знаю. Решительный отпор. Поглощает весь получаемый урон. Пока богатырь сидит на месте. Максимальная длительность 3 секунды, но мы можем продолжить за счет символа. До 5 секунд. В конце действия наносит окружающим противникам повреждения, равные 25% здоровья богатыря. Ну, от поглощенного урона, соответственно. Если они нанесли более 20%. 25%. Бастион, который можно поставить на это же место, создает защитный барьер, который снижает урон по всем союзникам на 80%. Интересный скилл, но... Я не видел его применения, собственно. Вспышка гнева. Моментально восстанавливает 100 воли и увеличивает наносимый урон на 40%. А дистанцию ударов оружием на 50%. Волевая защита. Богатырь моментально восстанавливает 100 единиц воли. Расходование воли создает на богатыре щит, поглощающий урон в размере 15% от максимального здоровья. В течение 4 секунд. Шальной взмах 2 наносит урон окружающим. Богатырь получает щит, который в течение 2 секунд поглощает урон, равный 0.33 от максимального здоровья богатыря. За каждого пораженного, соответственно, противника. То есть, ЛКМ, ПКМ в обычной стойке. Ярый сокол и пвпшный скилл. Сокол появляется на земле в указанном месте. Как правило, его надо кидать перед собой. Но получается за спину противником. Контролирующий скилл, который притягивает противников в радиусе действия к богатырю. Также накладывает эффект безволия. Увеличивающий наносимый урон от богатыря на 30%. Можно поставить атаку сокола 2. Можно поставить дрожь земли усиленную. И, собственно, оглушающий удар, который у нас стоит на цешке. Это богатырь совершает прыжок к противнику. Оглушает его почти на 3 секунды. Наносит урон окружающим врагам. Ульта богатыря. Буйная свеча. Раз в 8 минут восстанавливает богатырю 100% максимального запаса здоровья, нанося урон окружающим противникам. Доступна в течение 5 секунд после получения смертельного урона. Ее можно включить только при условии, что вас убили. Богатырь так опускается на колени. И в течение 5 секунд вы можете ее либо активировать, либо нет. С богом войны. Если вы уже ее юзали, вы можете ее на тройку откатить. И, собственно, продержаться... Ну, не 8 минут. Такого персонажа довольно сложно убить. Разве что, если вас там не ваншотают. По оружию советую ставить Копьё Нистовый Гнев и Большой Щит Цитадель. Цитадель во время действия способности Заслон и Заслон 2 получаемый урон снижен на 24%, если здоровье падает ниже третья. А Копьё Нистовый Гнев увеличивает время действия вспышки гнева на 9 секунд, а волевой защиты на 6. По амулетам рекомендую вам ставить на атаку Сокола и Дрожь Земли. Также, если вы используете Шальной Взмах, то можно и его. По кольцам. Легендарное кольцо все-таки Перстень Ветерана, которое добавляет выносливость как основную стату, защиту от сильных и адаптацию как второстепенные. Обычные кольца я советую Крепкий Палач. На силу, дух, точность и увеличение здоровья. Также есть вариант поставить волевого Палача на восстановление заряда и точность, но все-таки лучше на увеличение здоровья, потому что мой теперешний билл танк не дамажит. Он, собственно, поглощает и держит на себе босса. Этот обзор будет немножко побольше. Я по талантам особо рассказывать не буду. Если хотите, вы можете сами почитать. У тех, у кого есть, соответственно, богатырь. Я повторюсь, это гайд для новичков. И нечего там бухтеть. Я выбрал, собственно, все защитное. Давайте-ка разберемся в символах. Для богатыря необходимо ставить дополнительный рывок, то есть символ на пять рывков. Это ставится во имя, во-первых, тарана. Во-вторых, искусственного маневра, который при рывке накладывает на вас щит. Ну и, соответственно, инерцию для того, чтобы увеличить скорость передвижения, так как вы двигаетесь в заслоне, а ваша скорость передвижения снижена на 50%. Стандартные символы, интенсивность, импульсы, максимальная отдача, предельная сила и мобилизация должны стоять на всех классах, на всех билдах. Кредо защитника. Входящий урон уменьшен на 10%, исходящий на 5%. Символ, инстинкт выживания, эффективность могущества на 12% и увеличение здоровья на 8% за каждый уровень этого символа. Соответственно, на 24 и 16%. Болевой парализующий шок это микростаны. Их можно не использовать, можете поставить что-то на ваше усмотрение, я просто привык к этим двум молниям. Двойной разряд. Очень полезная штука, потому что вы при активации с символом импульсный барьер включаете себе еще один щит, а двойной разряд вам очень может в этом помочь. Равновесие. Равновесие. Персонаж получает на 6% меньше урона за каждый уровень этого символа, если он находится более чем с тремя в бою. Соответственно, 12% защиты. Беспощадность. Вы довольно часто сбиваете с ног, станете противников дрожью и щитом, поэтому увеличенный урон по ним. Атаки богатыря все же вызывают больше агрессии у противников, поэтому и поддамаживать вам слегка придется. Импульсный барьер я уже вам рассказал. Сотрясение при... Как же этот скилл-то называется? Прошу прощения, забыл совсем. При шальном взмахе. Позволяет вам быстро сбить с ног противника, если у вас нет ни удара щитом, если он, вернее, не работает. Так, ну ладно, неважно. Я думаю, вы поняли принцип работы. Жизненная энергия, использование сфер здоровья, увеличивает скорость передвижения на 30% и уменьшает входящий урон. Эффективные препараты и повышенная боеготовность позволяют вам пользоваться расходниками, то есть хилками, быстрее. Мощных миров. Это эффективность могущества, банально урон. Регенеративный механизм увеличивает характеристику заживления. Адаптация, адаптивная мутация, пардон, увеличивает адаптацию на 3 за каждый уровень символа. Укрепленные щиты увеличивают характеристику эффективности щитов на 4 за каждый уровень символа. Бросок кобры. Это подготовка рывка. Из-за вот этого вот символа искусственного маневра и пяти рывков это довольно-таки хорошо для танка. Вязкий слой. Это защита от сильных ударов, которая должна быть по максимуму. Астральная броня. Это блокирование. Плюс символы сбога войны. За каждый уровень символа ваш урон увеличится на 3% в бою с пятью или более противниками. Особенно когда куча мелких и вы бьете по земле, стягиваете их. Это очень полезный символ. Также наказание за слабость. Эффекты контроля увеличивают урон. Символ с охоты инстинкта убийцы. Это в бою с боссами. По вам урон будет уменьшен. Круг жизни. При добивании вы можете восстановить 30% здоровья. Символ с власти. Смертный приговор. Ваши союзники наносят больше урона по оглушенным. Собственно противникам. А вы оглушаете за счет дрожи земли, как я уже говорил, и удары щитом довольно часто. Ну и классовые символы. Моментальная заморозка. Символ криоманта, который срабатывает довольно-таки часто. Вмешательство небес. Символ паладина. Неуяз. Покров света. Это постоянный щит, который почему-то работает через жопу. Ну это ладно. Дар смерти. Раз в 20 секунд вы можете применить добивание два раза подряд. В спайке с символом круг жизни работает превосходно. Несгибаемая воля. Длительность накладываемых на персонажа эффектов контроля уменьшена на 15%. Ну и если упало здоровье ниже половины, то увеличится в два раза. Это все-таки считается пвпшным символом, но мало ли. На горганидах работает хорошо. Превосходство. Исходящий урон по оглушенным противникам увеличится на 20%. Это монаховский символ. Сыворотка силы. Периодически увеличивает исходящий урон на 15% в течение 10 секунд. И пагуба, которая накладывается в принципе рандомно, пока вы дамажите. То есть все дамажные скиллы. По символам вторжения. Советую ставить все-таки фазовый сдвиг. Ну просто у меня тут ДД стоят. Фазовый сдвиг из демонов. Потом на сферу из фитонидов. Это два. Упругую оболочку и водный барьер. Это четыре. По большим символам все-таки адаптивную оболочку. Что ж, пожалуй, на этом все. Вроде все сказал. Теперь я вам покажу, какие должны быть статы у богатыря. Эффективность щитов. Так как он на себя накладывает щиты постоянно, старайтесь ее максить. Но при этом не в ущерб остальным. Все-таки это не основная характеристика. Основная защита от сильных ударов. Она должна быть 50%. Заживление. Насколько позволяет. Насколько позволят вам ваши часовни, собственно. Ну и билд. Это, опять же, не основная характеристика. Блокирование вы должны замаксить. И адаптацию. По возможности еще поднять подготовку рывка. На этом, пожалуй, все. Гайд на богатыря можно считать завершенным. Оставляйте свое мнение в комментариях. Мне очень интересно будет почитать, что вы думаете о моих гайдах. И, собственно, о билде на богатыря. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Удачи в игре.